Здравствуйте, меня зовут Михаил Наводчик. Продолжаем проходить теги HTML. 16 урок у нас. Мы проходим формы. В прошлом уроке мы разобрали некоторые теги в форме. Это тег input мы разбирали. Мы создали вот такую форму. Конструктивно, используя команды HTML. То есть мы разобрали все элементы, как они должны быть устроены. Внешний вид у нас пока другой был. Но потом, проходя CSS, мы уже оформим ее вот и таким образом. А в этом уроке мы разберем, как делать 3 новых типа полей для ввода какой-либо информации, используя тег input. Это указатель для цвета, указатель для даты и ползунок для выбора размера, либо ввода каких-то данных путем перетаскивания. Это у нас будет работать следующим образом. То есть если человек нажмет на пробник цвета, здесь открывается, видите, окошечко, где он может выбрать соответствующий цвет и нажать окей. У нас вводится он как бы в поле формы. Дальше дата. Здесь можно выбрать соответствующую дату. Можно задать диапазон, с какого по какого числа можно выбирать. И ползунок мы сделаем так, чтобы он плюс увеличивал, либо уменьшал какой-то объект. В данном случае он у нас будет увеличивать фотографию, видите, собаки. Была у меня знакомая овчарка Зайка. Хорошая собака. То есть реализуем мы, чтобы этот ползунок работал с помощью JavaScript. То есть подключим еще определенные команды, которые мы до этого не подключали. И чтобы это реализовать, мы будем использовать в атрибут Type три новых значения, которых мы раньше не использовали. Это Color для цвета. Выбор цвета Date для выбора даты. И Ranch для ползунка. Также мы будем использовать новые атрибуты Value Min и Max, чтобы регулировать параметры выше указанных атрибутов. И в конце подключим код на JavaScript. Использую тег Script. И новую команду для нас это ID. И чтобы это реализовать, можно открыть предыдущий документ, который мы делали в предыдущем уроке. То есть в 15 уроке. Вот он и не открыт. Либо у вас, если его нету, под видео, которое вы смотрите, будет ссылочка на пустой документ, в котором тоже можно использовать его для создания. То, что мы сейчас будем делать. Здесь я все удаляю между Body и Body. Меняем Title. Это у нас 16 урок. Я напишу 16. Дальше здесь напишем атрибуты. Некоторые, которые мы будем проходить. Это Color, Date и Ranch. Дальше этот документ я сразу сохранил под номером нашего урока. То есть это у нас 16 задание. Соответственно, пишем здесь 16. Так как у нас это элементы формы, поэтому мы давайте поставим здесь заново тег Form. Соответственно, закроем этот тег. А между будем ставить уже элементы формы, которые нам нужны в нашем варианте. В прошлом уроке мы использовали тег Input, в который размещали разные элементы формы. То, что мы сейчас будем делать, тоже будет находиться в теге Input. То есть Input у нас переводится с английского ввод, либо указывать. И здесь ставим соответствующий элемент формы. То есть пишем тег Input. Он у нас не парный, закрывать его не нужно. Дальше у нас идет Type, то есть тип нашего поля. Мы будем выбирать цвет, поэтому у нас будет тип, то есть Type Color. Ставим эту команду. Тег Input. Это минимум, что может находиться в этом поле, уже можно сохранить и посмотреть, как это будет работать. Запускаем это в Google Chrome. Появляется, видите, такой пробничек цвета. Жмете, выбираете, и появляется здесь вариант другого цвета для дальнейших целей. При обновлении страницы, видите, что сначала появляется черный цвет. То есть черный цвет, это по умолчанию цвет. А дальше уже человек выбирает, жмет ОК, и у появляется тот цвет, который он выбрал. Можно изменить значение по умолчанию, что при загрузке у вас какой-то цвет сразу же подставлялся, отлично от черного. Для этого используется атрибут Value. Мы его использовали тоже в предыдущем уроке. То есть берем этот атрибут, ставим, соответственно, вот сюда, и пишем равно, и в двойных кавычках можем указать цвет, который мы хотим увидеть сразу. Единственное, что здесь этот элемент не принимает, если мы напишем просто цвет, как раньше мы писали, например, Red. При выборе цвета, давайте вот сохраним. При обновлении, видите, Red у нас не появился. Потому что нужно с цветами в этом элементе работать по-другому. Есть специальная система для определения цвета в виде кода. Вот давайте я введу в поиске по-русски выбор цвета. Видите, Google мне выдает вот такую вот шкалу, здесь вот я могу выбрать соответствующий цвет. То, что нам нужно, это верхний параметр, он пишется через решетку, потом идет шесть цифр с буквами, которые нам подойдут. То есть здесь выбираем любой цвет, который вам нужен. Я вот возьму этот цвет, копируем его и ставим вместо Red Value. Пересохраняем. Обновляем. Ну, теперь, видите, по умолчанию у нас какой-то стоит уже определенный цвет. Есть разные программы, которые могут выдавать цвет для HTML документов. Вот здесь, видите, второй вариант, который можно тоже использовать в HTML. HTML форма записи. Такая может быть, но это не для нашего элемента формы. Нам подойдет вот через решетку запись. Если вот нажать на первой ссылке, которую дает Google, мы попадаем, видите, в программку, которая может тоже выбирать цвет. И вот снизу у нас идет соответствующий номер, который мы можем ставить для выбора цвета. Также, например, вот у меня на компьютере установлена программа Photoshop. Можно пользоваться и Photoshop. Если вдруг он у вас установлен, здесь пробник цвета вот слева квадратики. Жмете на квадратик два раза быстро. И здесь тоже есть шкала. Можно выбрать цвет, скопировать его, вставить в HTML документ. Либо у вас нет Photoshop, берете вот так в интернете, выбор цвета набираете. Здесь есть прям интерактивно, можно выбрать номер цвета. Если разобрать немножко подробнее, что здесь за цифры, здесь, видите, шесть цифр по две цифры на каждый цвет. То есть, если я устанавливаю вот здесь 0,0, допустим, здесь установлю 0,0, а здесь установлю FF, английское. То есть, максимальное значение конкретного цвета. Вот в данном случае у нас зеленый будет. Первые две позиции это у нас обозначение красного цвета. Вторые две позиции обозначение у нас идет зеленого цвета. И последние две позиции это обозначение у нас синего либо голубого цвета. То есть, вот если я сейчас пересохраню этот файл, обновлю, вот мы получаем ярко-зеленый цвет. Соответственно, если мы здесь FF напишем в этом варианте, а здесь напишем 0,0, это у нас будет, соответственно, голубой цвет, либо синий цвет. Видите, да? И первые две цифры отвечают за красный цвет. Допустим, здесь напишем FF, а здесь напишем 0. Пересохраняем, обновляем, видим здесь красный цвет. Ну и вот комбинации вот этих вот цифр, букв, которые можно делать, дают нам соответствующий цвет. Следующий элемент, который мы будем делать, это вывод даты. То есть, копируем предыдущий элемент ниже, тег input. Здесь вместо color просто ставим date, то есть дату. Value здесь по цвету нам не проходит, оно будет другим немножко, но уже можно посмотреть, что получается. Пересохраняем этот документ, обновляем. И видим вот такую формочку уже, где вы можете выбирать соответствующую дату, и она будет появляться здесь в форме. Можно выделить, выбрать, подщелкать, указать, что вам нужно. Атрибут date может принимать, видите, еще дополнительные параметры, это min и max, так же как и value, то есть значение. Сейчас вот рассмотрим, то есть минимальная дата может быть какая-то максимальная, то есть ограничение выбора даты. Либо значение, так же которое мы поставим, подсунем человеку, то есть значение value. В обычном состоянии, вот если обновлю, здесь дата не подставляется, просто поставляется место. dd это день, mm это месяц, у меня gg, это у нас год. Здесь можно ввести вручную, с клавиатуры эти данные, либо выбрать, а мы давайте зададим здесь значение value, то что мы хотим увидеть сразу. Здесь я подставлю сегодняшнюю дату, то есть это вот так пишется, через defis, здесь 4, у нас цифры 2 и 2. Пересохраняем, обновляем и видим, что при загрузке страницы, это у нас автоматически подставляется. Теперь давайте выставим максимальное и минимальное значение. Для этого давайте скопируем вот это значение, заменим слово value на слово max, то есть максимальная дата, которую можно выбрать. И давайте здесь установим на месяц больше, то есть будет у нас 0,9. И также установим минимальное значение, то есть копируем вот этот объект, и здесь напишем min, то есть минимальное значение. и установим здесь на месяц меньше от базового значения 0,8, соответственно, у нас идет 0,7. То есть мы указали диапазон как бы 2 месяца. с 0,9 месяца по 0,7. Пересохраняем, обновляем страницу и смотрим. Видите, на стрелочке влево здесь у нас заблокировано минимальная дата у нас 27, 0,7, а максимальная дата у нас соответственно получилась видите, тоже 27, но уже 0,9 месяца. Сделали. Давайте это расставим только не по горизонтали, а по вертикали, чтобы оно шло сверху вниз нашей поля формы. Здесь напишем просто tag br, а я его напишу два раза, чтобы был пропуск строки. И здесь тоже поставим два раза, чтобы следующий элемент у нас отбился. А после тега форм напишем по-русски выбор цвета. И поставим здесь tag br. Ниже соответственно давайте напишем выбор даты у нас будет. Так, сделали, пересохранили. Обновили. Ну вот пока так у нас это выглядит. Дальше следующий элемент у нас ползунок. Это type range. Диапазон, то есть. И он принимает у нас атрибуты тоже максимальные, минимальные, плюс value можем задать. Значение по умолчанию. То есть он похож в принципе на предыдущий вариант, только не относительно даты, относительно других данных. Для этого мы давайте скопируем вот этот блок кода. Поставим его ниже. здесь давайте напишем выбор размера фото. Заменим type data на range. и давайте пока вырежем, посмотрим как по умолчанию будет смотреться этот тип без дополнительных как бы настроек. Пересохраняем. Обновляем страницу. Видите, появился наш ползунок. И вот так он работает. По умолчанию максимальное крайнее значение у нас равняется 100, минимальное значение равняется 0. По умолчанию если обновить, он стоит в середину. То есть по умолчанию value value это и есть центральная позиция, либо какая-то другая будет у нас равняться 50. То есть если мы зададим max 100 минимальное 0 и value 50, то ничего не изменится, он останется как вы сейчас видите. Давайте это проверим. Здесь я отменю, верну эти параметры. Чтобы не писать здесь пишем давайте 50, максимальное поставим 100, а минимальное напишем 0. Пересохраним. обновим видите ничего не поменялось. Почему? Потому что это значение по умолчанию. Дальше можно установить конечно не 50, например установим здесь 10. То есть ползунок будет смещен относительно 100 влево. То есть слева будет 10% от 100. а вот мы и видим. Дальше также есть атрибут step который мы можем указывать это шаг движения ползунка step по-английски переводится как шаг. Давайте подставим этот атрибут здесь пишем слово step равно и укажем сколько делений за одно движение мы хотим видеть. Ну давайте укажем например 20. Пересохраняем обновляем и видим теперь уже ползунок у нас не плавно двигается а скачкообразно. Здесь получается 1 2 3 4 5 То есть у нас 20 это шаг а всего 100. Получается 100 разделить на 20 будет 5. Вот 5 шагов мы и видим которые у нас получаются. Для нашего дальнейшего примера здесь давайте установим максимальное злочение немножко меньше оно у нас будет 70 и шаг установим единица чтобы он плавно у нас ползунок двигался также начальную позицию ползунка установим в единицу чтобы он стоял у нас слева. Пересохраняем обновляем вот у нас так он стоит то есть можно было установить ноль чтобы тогда он вообще будет слева и сейчас мы привяжем фотографию к этому ползунку чтобы она у нас менялась в размере. Для этого для начала мы разместим сначала просто фотографию снизу то есть вот здесь давайте мы ее поставим пишем тег image дальше атрибут src указываем адрес дальше в картинках обязательно атрибут считается alt давайте мы тоже его поставим ставим его пустым чтобы взять картинку которую я использую вот у меня здесь есть в интернете ссылочка то есть вы переходите в youtube находите курс по html который вы сейчас проходите создание сайта для новичков и здесь в 10 уроке где мы рассматривали тег image если запустить это видео под видео есть ссылочка на картинку которую я буду использовать то есть жмете здесь еще вот у нас три картиночки вот это нижнее фото 3 для урока если нажать вот открывается эта собака я копирую сверху адрес в адресной строке браузера и соответственно ставлю в наш html документ в атрибут src где у нас ставится адрес жмем ставить и тогда картиночка у нас будет грузиться с интернета это вариант если вы хотите подгрузить картинку с интернета дальше мы рассмотрим как ее использовать если вы уже ее скачали либо если вы делали предыдущие уроки то у нас была создана папочка и в которой уже лежит уже эта собака давайте сделаем второй вариант если у вас это уже скопировано для этого мы дублируем эту картинку и здесь место вот этого адреса она у нас лежит в папочке и ставим слэш и ставим название расширения этой картинки 3.doc.jpg то есть я копирую ставлю вот сюда пересохраняем посмотрим вот видите появилась одна картинка появилась вторая картинка но они у нас они такие большие давайте зададим размер который нам удобный потому что здесь стоит в натуральную величину то есть вот здесь перед скобкой напишем ширина атрибут то есть убит равно и напишем в данном случае 130 размер и это же поставим в картинку ниже пересохраним ну вот теперь они уже нужных для нас размеров а дальше мы привяжем вот этот полузунок чтобы он реагировал на картинку и увеличивал ее до нужных нам больших размеров нам в принципе две одинаковых картинки не нужно можно удалить либо вот эту команду с имидж либо нижнюю команду с имидж либо давайте закомментируем есть такой вариант в html комментировать то есть вы выключаете из видимости и учитывания этот код но он остается вдруг он вам пригодится для этого пишется смотрите треугольная скобка ставится восклицательный знак дальше пишется дефис два раза и дальше где вы хотите комментарий закончить ставите курсор ставите два дефиса и ставите обратно же треугольную скобку закрывающую то вот эта строчка у нас не будет участвовать в коде она не удалилась но мы можем ее потом убрать комментарий вот этот код начальной и конечной она у нас подключится будет работать если пересохранить обновить страницу то видите она у нас пропала хотя реально в коде она у нас присутствует для дальнейших целей можно ее использовать я буду писать это в нижней картинке вот в этой хотя можно было писать код дальше и в той это не имеет значения просто вот здесь перед закрывающей скобкой мы сейчас зададим дальше команды чтобы наш скрипт заработал чтобы подключить скрипт то есть язык javascript есть команда тег называется скрипт и по умолчанию если мы пишем эту команду то называется что это язык javascript то есть берем вот этот тег и переходим в наш документ скрипт может размечаться в боди документа либо в хэд там и там как правило пишется но обычно если мы хотим чтобы он обрабатывался сразу при загрузке страницы то он пишется максимально выше вверх то есть после тайтла давайте мы напишем соответствующую команду скрипт скрипт эта команда у нас парная поэтому нужно его закрывать здесь пробелов мы не ставим иначе может не работать а вот здесь уже поставим скрипт который будет выполнять увеличение нашей картинки само слово скрипт переводится как сценарий то есть сценарий на каком-то языке либо команды на каком-то языке и сам скрипт находится под видео которое вы будете смотреть в ютюбе вот там так будет обраблено штриховыми линиями в ютюбе нельзя ставить треугольные скобки поэтому здесь я не смог написать треугольные скобки я просто написал команду скрипт и вот здесь как бы она закрывается но так как мы уже написали в html документе нам нужно только вот эту часть скопировать среднюю то есть мы ее выделяем и копируем переходим в наш код и ставим эту команду между скрипт скрипт я жму control v то есть вставить появился соответствующий код ну комментировать этот код я пока не буду потому что это отдельная тема это уже другой язык это java скрипт который у вас будет потом если вкратце сказать что здесь есть пишется функция вот написано function это функция функция называется фото то есть имя я выбрал сам можно назвать как хотите это пользовательская функция то есть самодельная а дальше идут задаются определенные команды на этом языке которые могут считывать значения с данных на странице и в данном случае вот будет умножение ширины картинки на 50 а точнее сказать валюа которое мы будем когда тянуть будет вот сюда подставляться значение когда мы тянем за ползунок то валюа будет увеличиваться на единицу и вот то значение где мы тянем насколько тянем будет поставляться вот здесь в этот увеличен формат и будет умножаться на 50 и так будет происходить увеличение благодаря ползунку нашей картинки то есть мы тянем за ползунок передается значение валюа в нашу функцию и чтобы наш ползунок распознался нашей функции мы должны написать специальную метку в этот ползунок давайте мы это сделаем чтобы функция поняла что этот ползунок имеет отношение к этой функции для этого вот наш ползунок input который мы тянем здесь вот в конце перед треугольной скобкой пишется соответствующая команда похожая на команду input то есть я беру вот эту команду input ставлю вот сюда только здесь надо приписать соответствующее слово он то есть на input как бы пишем он и команда у нас видите выглядит он input то есть этот атрибут позволяет передать функции значение этого ползунка то есть пишем равно и здесь в двойных кавычках мы укажем куда он будет передавать этот ползунок значение он будет передавать значение функцию которая у нас существует поэтому вот здесь я беру имя функции функции может быть много на странице поэтому мы здесь указываем конкретно что значение ползунка будет передаваться в функцию которая называется фото и здесь идет круглые скобки у нас то есть мы потянув ползунок передали значение его value которая будет увеличиваться функцию фото также мы должны как-то связать картинку с этой функцией пока наша функция эту картинку не видит для этого есть специальные метки то есть ID так сказать индификатор который распознает картинку в эту функцию если посмотреть как это у нас существует существует вот такой метод записи как ID то есть если мы пишем какой-то объект вот эту меточку потом пишем равно и какое-то персональное имя присваиваем то мы можем это использовать в каких-то вот в данном случае языках в javascript либо в css либо в других языках ID происходит от английского слова identify то есть переводится как опознаватель либо идентификатор то есть это какой-то уникальный признак объекта позволяющий отличить его от других объектов давайте поставим этот опознаватель как бы в наш документ для этого в картинку вот здесь я пишу ID ставлю равно ставлю двойные кавычки в данном случае ID у нас будет фото я беру вот слово фото ставлю как ID тогда наша функция поймет что мы обращаемся к этой картинке в которой стоит вот эта меточка также мы должны поставить ID то есть распознаватель в наш ползунок то есть копируем ID только имя мы потом заменим на другое ставим вот сюда я жму control в это и вставить и здесь уже у нас другое ID то есть мы фото использовали ID теперь остался еще ID для вот этой команды то есть берем ID он называется scale то есть по-английски масштаб обратно же это пользовательское название здесь может быть любое слово по-английски и здесь ставим соответственно место фото ID scale так мы расставили вроде бы все что где нам нужно здесь видите мы отвлеклись немножко на javascript но я думаю здесь не так все для вас сложно конечно какие-то новые слова новые понятия но в принципе если внимательно посмотреть здесь куда что вставить и вот сейчас проверим как это работает пересохраняем документ обновляем и пробуем тянуть за ползунок и видим уже реакцию то есть наша собачка начала увеличиваться скрипт подключился заработал он распознал картинку распознал наш ползунок и соответственно так мы можем теперь уже подключить скрипт и впоследствии мы это будем делать когда будем проходить html css в следующем уроке мы разберем новые элементы полей для формы которые используются в интернете это поля для ввода паролей чисел телефонов и другие некоторые объекты а пока спасибо за внимание если будут вопросы задавайте жду вас в следующем уроке в следующем году уроке в следующем уроке уроке назвали